Санавиация и хобот слона в исполнении ханты-мансийских кардиохирургов позволят югорчанину встретить Новый год. В ОКБ окружной столицы экстренно провели сложнейшую операцию на аорте пациенту из Нягани, которого доставили в Ханты-Мансийск к борту санавиации. Система диагностика, транспортировка операции сработала четко. Расслоение аорты, которое диагностировали пациенту, смертельно опасное заболевание, которое теперь не угрожает мужчине, его уже готовят к выписке. Сейчас могу хоть бегать, утверждает пациент кардиохирургического отделения Юрий Шимонсков. А еще совсем недавно за сохранность его жизни вряд ли кто мог поручиться. При расслоении аорты, если вовремя не сделать операцию, в живых остается лишь 20-я часть больных. В нашем случае успели. Очень оперативно сработали и врачи ОКБ Нягани, которые поставили правильный диагноз, и летучая скорая помощь в окружную столицу пациента доставили на реактивном самолете. Думаю, ничего страшного, наверное, почему они меня везут туда? Вроде бы не так сильно, чтобы болело, чтобы уже задыхался или что. Но доктор говорит, нет, 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 это такой случай, что санавиации. Я говорю, да кто там даст для меня этот борт или что? Не ваше дело. Ну, короче, они быстренько оформили все документы, загрузили меня в скорую, привезли. Была там ребята санавиации, молодые, крепкие, на руках меня занесли в самолет. Здесь пациента уже ждала бригада медиков. Пациентов с таким диагнозом нужно оперировать немедленно. Мужчине сделали хобот слона. Так эту операцию назвал немецкий кардиохирург Ганс Борст, который впервые провел полное протезирование дуги аорты. Она длилась около шести часов. Сложность ее заключается еще и в обеспечении, потому что операция проводится не только в условиях искусственного кровообращения, как большинство операций на сердце, но и в условиях так называемого циркуляторного ареста. То есть, когда протезируется дуга аорты, то нужно полностью остановить кровообращение в организме. И для того, чтобы на это время защитить органы от ишемии, от повреждения ишемического, организм пациента охлаждается до 25 градусов Цельсия. Впрочем, в том, что пациент жив и почти здоров, заслуга не только врачей Ханты-Мансийской ОКБ. Не последнюю роль в спасении его жизни сыграла югорская санавиация. Доставили больного на операционный стол бережно и быстро. Впрочем, для сотрудников Центра медицины катастроф это привычная работа. В один только Ханты-Мансийский. Из отдаленных мест они доставили с начала года больше полутора тысяч пациентов. Из Кандинского района три с половиной сотни, из Березовского две. А из поселков Ханты-Мансийского района больше 600 человек. В Ханты-Мансийском районе не существует стационара, он здесь ОКБ. И санавиация в этом случае уступает как скорая помощь. На постоянном дежурстве в Югре находятся четыре вертолета и один самолет, готовые вылететь на помощь в любую точку региона. А за каждым вылетом стоит чья-то спасенная жизнь. Павел Желтов, Юрий Гурьев, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.